Ну и посмотрите, где я сейчас стою. Как раз напротив вот того вот отеля, огромной башни, видите? Отель АЭС. Я не знаю, почему АЭС. Или АЭС, как еще можно сказать. И вот этот, посмотрите, красивый желтый отель с тремя пальмами впереди. Очень большой расположился здесь. Я не вижу его названия. Ну вот у него даже наверху там испанский флаг. Я все-таки думаю, что это отель, друзья, да. Потому что следующий, вон там, видите, написано отель Рейна Изабель. И здесь на побережье сплошные отели. Супер. Я, знаете, пока иду здесь по пляжу, я уже несколько раз искупалась. Несмотря на то, что сегодня плюс 23. Ветерочек. Ветерочек теплый, тем не менее. Ну и небо такое затянутое. Утром морозил дождь. Ну вот, вода просто как парное молоко. Вода остается 26 градусов, друзья. Очень теплая вода. Поразительное дело. Просто радует меня неимоверно. Я обожаю теплую воду. Ну, наверное, так же, как и все, впрочем. Что еще, друзья, хочу я вам рассказать, пока я здесь гуляю. Вот, смотрите. Я чувствую себя великолепно. Пут-пут-пу, как говорится. Чтоб не сглазить. Но надеюсь, что все нормально. Так вот, ощущение просто, знаете, фантастическое. Когда ты подтянутый. Когда ты стройный, красивый. Когда ты похудевший. Знаете, немного даже обновившийся. Я говорю сейчас о себе. Потому что, помните, я уже вам рассказывала, что я в Таиланде похудела почти на 10 килограмм. Вот. И потом я остановилась, когда я вернулась в Англию. Я стала опять почему-то там позволять себе кушать на ночь. Самое главное, это не кушать после 6 часов вечера. И делать один день разгрузочный. Один день в неделю. Вот уже я точно знаю, друзья. Делюсь опытом с вами опять. Один день в неделю нужно только пить воду. Ну, то есть, не сухое голодание однодневное. А вот можете воду пить. Или какой-то разбавленный водой сок. Ну, то есть, ничего не кушать. И потом на следующий день кушать, как обычно. Постепенно, постепенно. Вот с такой вот очень щадящей диетой. Вы, тем не менее, теряете килограммы. Незаметно. Но это постепенно продвигается. Вот я и говорю вам, что я чувствую себя великолепно. Когда я потеряла еще 4 килограмма. Ну, сейчас здесь, конечно, морепродукты. И хамон этот, он вроде и не жирный. Но все равно это свинина, да? Поэтому я не знаю. Я здесь не взвешивалась. Но чувствую я себя великолепно. Я делаю упражнения. Я много плаваю в воде. Потом я выхожу из воды. Я делаю жгонку. Уже вам показывала. Очень легкое упражнение, которое дает энергию, бодрость. И которое нам облегчает работу. То есть, позвоночник работает лучше. Помощь позвоночнику. Шгонка называется. Посмотрите в ютубе. Посмотрите в интернете. Кто хочет, то, пожалуйста, берите на заметку. Почему я вам все это, друзья, рассказываю? Потому что я ведь, в общем-то, тоже, знаете, вижу, критическим взглядом оцениваю и себя, и тех, кого я встречаю на своем пути жизненном. И вот, что я могу сказать. Что я тоже прекрасно себя оцениваю. Насколько я выгляжу. Так вот, знаете, не ради хвастовства, а просто констатирую факт. То, что я вижу, что действительно я выгляжу моложе своих лет. Наверное, лет на 10 запросто. Вот если я могу сказать, что мне 58 лет, все поверят сразу. Даже без проблем поверят. Вы знаете, конечно, еще раз говорю, что люди разные смотрят мой канал. Есть такие завистливые, которые пишут, опять же, комментарии. Вот, знаете, опять там у нас немного непонимания возникло. Немного недопонимания, да, когда я говорю, что я очень плохо отношусь к негативным комментариям. Я же имею в виду не то, что кто-то там, знаете, спорит с моим мнением или высказывает свое противоположное мнение. Это ради бога, пожалуйста. Нет никаких проблем. Даже интересно, да, иногда подискутировать. Но когда начинают оскорблять меня, дошло до того, что меня начинают просто грубо оскорблять. Я уже говорю, не хочу я возвращаться к этому. Я просто еще раз хочу вам пояснить, друзья. Те, кто мне там написал, что вот, вы не приемлете критики, а вы только вот хотите, чтобы вас хвалили. Ну, во-первых, да, доброе слово и кошке приятно. Но здоровая критика, она тоже никогда никому не помешает. И я всегда за это. Только не надо меня оскорблять. И не надо писать мне лично гадости. Вот об этом я говорю. Остальное, пожалуйста, пишите все, что вы думаете. И не пытайтесь как-то, знаете, обидеть или зацепить человека, его чувства. Кто-то, может быть, опять скажет, что вы, Галина, опять возвращаетесь к этому? Зачем вы на них обращаете внимание? А я вот буду и дальше говорить. Может быть, до кого-то все-таки дойдет, что нужно иметь уважение к людям и к их труду. Да и вообще, нужно уважать людей, которые рядом с тобой находятся. И даже если человек, знаете, пишет гадости, он чувствует свою безответственность. То есть это же легко. Это не то, что на улице подошел и сказал человеку в лицо оскорбление. Можно и схлопотать. А вот так вот, сидя на диване, зная, что ты в безопасности, гадость написать. Вот это вот тоже, знаете, дает, наверное, вот такую волю этим людям. И без наказанности. Так вот, а я говорю, что стараюсь я все-таки, наверное, чуть-чуть, по чуть-чуть. Пусть даже малюсенькая капелька в огромном океане жизненном. Моя малюсенькая капелька, она, может быть, склонит чашу весов к добру, к позитиву. Слишком уже и так много на нашей бедной планете негативного и черного накопилось, да? Эти демоны, они просто слетаются, и они сидят, и только ждут промашки. Сидят за спиной у каждого и тут же, тут же набрасываются на тех, кто слаб, и полностью им завладевают. Ну, а я в такое далекое-далекое отступление, но я возвращаюсь все-таки к тому, с чего я начала. По поводу похудения, по поводу моего возраста, и то, насколько я себя ощущаю, и насколько я себя чувствую, и насколько я выгляжу. Да, да, я выгляжу моложе своих лет, и этому есть много подтверждений. Потому что, я еще раз повторяю, если бы я не сказала, сколько мне лет, никто бы никогда в жизни не догадался. Уверяю вас, на 99%. Если говорить откровенно, то нет. Я вижу, вижу прекрасно женщин моего возраста. Их очень много вокруг, и даже моложе меня. Ну, вот, не знаю, забросайте меня тапками сейчас опять. Я говорю то, что я вижу. Была даже, знаете, такая смешная история, сейчас я вам ее расскажу. Когда я в прошлом году отдыхала во Вьетнаме, получилось так, что я собиралась поехать со своей знакомой, с Татьяной из Украины, но ее не пропустили. Оказалось, что вьетнамцы не пропускают украинцев, только нужно оформлять специальную визу. Вот это было сюрприз, конечно. Но, да, вот так получилось, что я поехала одна. И я там гуляла точно так же. Там, кстати, побережье и пляж в этом городе Нучан во Вьетнаме. Он практически выглядел вот похожий, как здесь. И тоже такой длинный, длинный, длинный. Очень гулять и гулять. У меня есть на мобильнике программа Healthy. Называется по-английски это здоровье, да? Вот, и как бы там такой есть шагомер. И считает... Ой, 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 волна. Волна моей тапки чуть не унесла. Шагомер считает шаги, считает, сколько километров в день вы проходите. Ну, потому что мобильный всегда со мной. Вот, и я старалась 10 километров в день гулять. А то иногда и больше. Ну, и, конечно же, я себя чувствовала все бодрее и бодрее. Все лучше и лучше. Да еще со такой здоровой едой. С овощами, с фруктами. Со свежим воздухом. В общем, прекрасно. Ну, и перед самым почти отъездом Я пошла искать на дорожку, подарки покупать. И решила купить, его очень хвалят, чай. Вьетнамский зеленый чай. Вот. Ну, и выхожу, смотрю, идут две женщины. Такие, знаете, принаряженные, в платьицах, поднакрашенные губки. И я смотрю, примерно они, ну, похоже, моего возраста, не знаю, может, старше. И, в общем, я подхожу, говорю, ой, девушки, здравствуйте, дорогие. Говорю, я вижу, вы по-русски разговариваете. Говорю, а я вот хочу с вами немножко тут пообщаться, поговорить и порасспрашивать. Они такие остановились. Да, 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 конечно. Да, мы здесь живем, все знаем. Что вы хотели, мы вам с удовольствием расскажем. Ну, и я говорю, да я вот ищу зеленый чай, ну, только чтобы так, чтобы он красиво выглядел. Своим друзьям привезти хочу сувенирчики. Они говорят, ой, а мы как раз сейчас идем. Здесь магазин называется Сапфир. Здесь неподалеку. Пойдемте, мы как раз туда, и там можно купить прекрасно, замечательно этот чай. Мы идем, значит, с ними, да. Ну, и потихонечку, значит, разговорились, идем. Потом я уже не помню, с чего у нас вдруг разговор зашел, что они говорят, что ой, вот сейчас пока нет жары, и мы хотим немножко на пляже прогуляться, а то никак не получается, вот что-то такое. А я говорю, ой, а я по пляжу гуляю просто по 5, по 10 километров. Они такие, да, прям по 10 километров. Я говорю, да, каждый день по 10 километров нарезаю. Они говорят, ну, конечно, в вашем-то возрасте это же 10 километров, конечно, без проблем. Но я так притихла и спрашиваю. Слушайте, а сколько вы думаете мне лет и сколько лет вам? Вот мне интересно, если это будет такой вопрос для вас нормальный, то я бы хотела узнать ваш возраст. И мне одна, значит, радостно сообщает, мне 62, а вторая говорит, а мне 54. Вот. И они мне, вот эти две женщины, которые 62 и 54, они мне говорят, ну, вот мы-то в вашем бы возрасте, так, конечно, бы гуляли. То есть, а я говорю, а сколько вы думаете мне? Они такие, ну, лет 50. Я говорю, да нет, мне, например, уже 68. И вы знаете, что случилось дальше? Я сказала, как на духу. Я не собиралась никого обижать, да, вот так. Но женщины притихли. Они поняли, что они вот так вот попали в просаг, да, сказав, что я-то, конечно, молодая. Оказалось, что я их старше. И при том намного старше, да. Ну, и они притихли, им очень не понравилось. У них испортилось настроение. Они замолчали. Мы молча вот так вот дошли до этого самого, до этого магазинчика. Там, слава богу, недалеко. Ну, и мы зашли, и они уже говорят, ну, ладно, вы тут сами все найдете. И они от меня просто ушли. Вы представляете? Ну, мне было очень смешно. Ну, и еще раз так я хочу сказать, что да, видите как. Вот у людей испортилось настроение, потому что они не угадали мой возраст. Я, как говорится, могу это, может быть, даже понять, но все равно не понимаю. Это вот тоже опять, наверное, зависть или что-то такое. Так что не впервой, друзья, не впервой мне вот такое вот слышать и встречать. Ну, ладно, я что-то с вами разболталась. Тут совсем другое хотела рассказать. У меня спросили, какими пользуюсь я кремами, почему у меня такая прекрасная зона декольте. Я как-то себя показала, да, с маленьким, большим, глубоким вырезом. И я считаю, что очень красиво мне это идет. Я отдаю себе отчет. Вот. Ну, и многие женщины со мной согласились. И вот, значит, одна мне написала, что расскажите, какими вы кремами пользуетесь, что у вас такая прекрасная зона декольте. У вас нет ни пигментных пятен, никаких, ни морщин, ничего. Но, вы знаете, вот я ничем не пользуюсь, могу сказать. Просто, наверное, дано от природы. И еще раз хочу сказать именно то, с чего я начала. Никакие крема сверху, они не помогут. Вот еще раз говорю. Это, знаете, как если бы все внутри прогнило и болит, а вы начали там, знаете, кремом это все помазать и считать, что все-все обойдется и все-все случится замечательно. Нет, надо лечиться изнутри, надо оздоровляться изнутри, надо менять полностью свой образ жизни. Ну, вот, наверное, все, что я хотела сегодня сказать. Наверное, ветер, может быть, мешает, даже не знаю. Все, друзья, всем удачи, всем пока-пока.